В Нижнем Новгороде в четвертый раз стартуют акции «Дети вместо цветов». В России она проходит уже в шестой раз. В новом учебном году это первый и, пожалуй, самый главный экзамен школьников на доброту и человечность. Шанс не только поздравить учителя с первым сентября, но и помочь другим детям, которые борются с тяжелейшей болезнью. В прямом смысле слова – подарить жизнь. Все достаточно просто. Договорившись между собой и с родителями, дети дарят любимому учителю один букет от класса. А сэкономленные деньги перечисляют на помощь больным детям. В Нижнем Новгороде эту акцию традиционно поддерживает благотворительный фонд НОНС. Сотрудники этого центра уже много лет помогают детям с онкологическими заболеваниями, покупают дорогие лекарства, оплачивают необходимые обследования и курсы реабилитации. В прошлом году в акции «Дети вместо цветов» приняли участие ученики 40 нижегородских школ. Для детей больных онкологией собрали почти полмиллиона рублей. На эти деньги 7-летней Даши Самсоновой закупили препарат, необходимый для трансплантации костного мозга стоимостью 550 тысяч рублей. Девочка выздоровела. В этот раз помощь нужна двум мальчишкам – 11-летнему Павлику и 5-летнему Егору, которые сейчас лечатся в отделении гематологии детской областной больницы. Для того, чтобы они побыстрее выздоровели, вместе со всеми пошли в школу, увидели со своими друзьями, с учителями, продолжали нормальную жизнь, необходимо собрать некоторую сумму для того, чтобы закупить лекарственные препараты, антибиотики и дорогостоящие противогрибковые препараты. На праздничной линейке 1 сентября Павлик был всего один раз в жизни в первом классе. Тяжелая болезнь не отступает уже 4 года. Павлик любит рисовать и лепить из пластилина, мечтает поступить в художественную школу. На столе в палате целая коллекция животных-мультгероев. Здесь и дракон-беззубик, и чеширский кот, и птица-феникс из Гарри Поттера. Я смотрела еще, как прогуляюсь в школу с пользой. Я оленя слепил, но ошейник я сам добровал. И лису слепил. Ошейник как новогодний как будто получился. Тут типа вот это вот, золотые колокольчики, и вот тут вот большой. Для лечения Павлику необходим дорогой антибиотик на сумму более 100 тысяч рублей. Еще одному ребенку в гематологическом отделении, пятилетнему Егору, нужен противогрибковый препарат, курс которого стоит почти 500 тысяч рублей. Малыш мужественно переносит химиотерапию, но организму нужна помощь. Когда нам делают укол, там есть волшебная коробка, волшебные там игрушки, называется коробка храбрости. Вот, Егор сегодня выбрал звезду себе. То есть, он сегодня храбрый, сегодня мы сделали укол. 600 тысяч рублей только на двух пациентов. Ни у родителей, ни у больницы таких средств нет. Помочь ребятам выздороветь может любой школьник и его родители. Что нужно сделать? Вы покупаете учителю один красивый букет от класса, а деньги, сэкономленные на покупке букетов, перечисляете на счет Нижегородского благотворительного фонда НОНС. Это можно сделать через Сбербанк Онлайн. Выбирайте раздел «Переводы и платежи». В строке поиска выбрать «Нижегородский онкологический научный центр». Номер счета на вашем экране. В строку назначения платежа указать «Дети вместо цветов» и номер школы, класса и город. Каждая школа получит благодарность от фонда. Также любой желающий может перечислить деньги на лечение, отправив смс на номер 3434 «Время». Участие в акции «Дети вместо цветов» абсолютно добровольное. Вы сами решаете, сколько денег перечислить. Важна любая сумма. Вы также можете сами выбрать любой другой благотворительный фонд, помогающий больным детям. Начните новый учебный год с «Чудо». Подарите надежду на выздоровление. Наступающим первым сентября. Желаю всем здоровья, счастья и хороших оценок. Ирина Стефанюк, Василий Терехин. Время новостей. Стефанюк, Василий Терехин.